всем привет сейчас пройду по палубе и вкратце расскажу что на ней находится если что-то кому-то будет интересно узнать подробнее пишите все расскажу это помповое отделение я думаю потом сделаю более подробный обзор про него все увидите что в нем находится сейчас не буду спускаться это обозначение труб по цветам и этот дексил служит он для предотвращения поступления газов назад по системе инертного газа в машинное отделение через этот люк мы можем спуститься в грузовой танк в данном случае в 6 левый такой люк есть в каждом танке это предохранительный клапан грузового танка по давлению IG срабатывает он при 1400 миллиметров водного столба также если давление в танках отрицательно срабатывает вакуумный диск для понижения вакуума срабатывает на минус 350 миллиметров водного столба также есть на каждом танке во время шторма чтобы моряка не унесло за борт он должен ходить за этими леерными ограждениями эта кабинка нужно чтобы моряк смог спрятаться от волны это у нас пожарная пушка либо монитор через нее у нас поступает вода если мы активируем систему пенотушения то через эти мониторы будет поступать пена это лосманский штормтрап плохую погоду во время шторма когда садится лосман или происходит смена экипажа используют этот трап это обычный трап им пользуется в нормальную погоду или во время стоянки в порту если его использовать во время шторма то его просто разобьет волной это центр танкера мидшип называется здесь у нас находятся манифолды по этим манифолдом и выгружаем или загружаем пароход и принимаем топливо прием топлива называется бункеровкой подходит бункерная баржа пришланговаемся и они бункеруют пароход это грузовой кран грузоподъемный ростю 15 тонн это запасной якорь за мою карьеру один раз мы теряли якорь вес якоря примерно около 10 тонн это мидшип локер в нем находится оборудование которое мы используем когда прилетает вертолет инвентарь для пожарного пожарный костюм и огнетушители через этот люк мы можем спуститься балластный танк это вертолетная площадка пароход небольших размеров здесь вертолет садится не будет он просто зависает над пароходом и по вертолетному трапу уже спускаются это высокая труба называется мострайзер служит для стравливания нервного газа из танков это воздушные грибки балластных танков пароход грузоподъемность 120 тысяч тонн 230 метров в длину и около 45 ширину если я не ошибаюсь это кнефт не служит для набрасывания или фиксирования швартового конца это швартовые клюзы через которые пропускают швартовые концы дошли почти до носа парохода нос парохода называется баком и это боссанское помещение или как его еще называют полубак это швартовые лебедки якорное устройство якорное устройство называется брашпилен сейчас мы стоим на якоре у нас отдан правый якорь а левый в якорном клюзе так это выглядит сейчас стоим на рейде в роттердаме на рейде это значит когда стоим на якоре в море и ждем очереди на погрузку или выгрузку в данном случае на выгрузку мы сейчас стоим с грузом этот якорь сейчас отдан так это выглядит это вентиляционный грибок полубака прежде чем спуститься под полубак на входе в помещение включаем вентиляцию ждем 15 минут и затем спускаемся это швартовная лебедка еще одна швартовная лебедка пароход корейской постройки ледового класса ему 12 или 13 лет уже каждые пять лет пароход ставят драйдок производят пятилетний ремонт и полностью красят на пароходе практически все симметрично друг другу все что есть на правом борту то есть и на левом в этом помещении у нас находится инвентарь который мы используем при розливе нефти и огнетушители так выглядит у нас настройка в которой мы живем и проводим большую часть контракта потом сделаю обзор всех палуб и помещений увидите все что там находится также сделаю обзор машинного отделения и вкратце расскажу про механизмы которые в нем находятся это у нас спасательная шлюпка каждую неделю по субботам и ее запускаем и проверяем на исправность и раз в месяц спускаем до воды как будем это делать сделаю видео это спасательные плотники если пароход затонет плотники сами откроются надуются также их можно сбросить и активировать самому вручную это помещение co2 наверное сделаю отдельный обзор покажу как все это выглядит и как активировать это вход в провизионное помещение из улицы это помещение вентиляторов на стройке эти вентиляторы нагнетают воздух на стройке вентиляторы находятся внутри этих термо танков также это помещение называют помещение термо танков это помещение для складывания мусора это малярное помещение этот коридор между надстройкой трубой называется левый или еще его называют шанхай это вход машин отделение с улицы это провизионный кран когда привозят продукты либо какое-нибудь снабжение мы его используем это зад парохода зад парохода называется корма здесь у нас располагается помещение с баллонами ацетилена и кислорода для газовой сварки вход рулевое помещение швартовные лебедки и буксировочный трос сзади на борту пишется за название парохода порт приписки и маномер парохода это помещение аварийного дизельного генератора Мы также его запускаем каждую субботу, потом сделаем обзор, как это все происходит. Это провизионный кран левого борта. Также два спасательных плотика и спасательная штука. Мы сейчас стоим в грузу, до воды примерно метров 12-15, и под водой более 10 метров. Но 10 это точно. Вот такой краткий обзор получился, конечно многое не сказал. В общем, кому что интересно, задавайте вопросы, обсудим, или может сделаю видео. Так как я механик, следующее видео, думаю, сделаю про машинное отделение. Делитесь ссылкой, думаю, многим начинающим морякам или кто захочет посвятить работу моря, и это будет полезно. Всем пока!